Здарова! Добро пожаловать на мой канал, ребята! Сегодня вы узнаете топ-3 способа, как получить этого на легендарного льва-хранителя, который стоит, на секундочку, 500 робоксов абсолютно бесплатно. Это будут три офигительных совета, ребята, которые реально вам помогут его получить. Вам не придется тратить эти 500 робоксов, поверьте мне. Если вы хотите получить его бесплатно, обязательно, просто обязательно досмотрите это видео до конца, иначе вы упустите очень хорошую возможность. Появилось новое вот это вот обновление, которое уже просто все обусолили как только можно, но я не собираюсь делать обычные обзоры, либо обычные какие-то вещи, как получить бесплатно то, как получить бесплатно это. Сегодня реальные факты будут о том, как можно это все получить. И как видите, у нас здесь очень много людей, ну точнее уже вообще никого нет, ладно, хорошо. И здесь у нас вот этот вот лев, который стоит 500 робоксов, ребята. Я специально его не покупал для того, чтобы проверить, получится мне получить этого питомца, либо не получится. Это мы узнаем через недельку. Но я хочу уже поделиться прямо сейчас с вами этими способами, которые помогут реально, которые я буду потом проверять. Мы можем даже вместе это все проверять, ребята. Три способа, с помощью которых мы можем получить с вами легендарного вот этого вот питомца. И, кстати, ребята, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка в закрепленном комментарии. Там каждую неделю розыгрыши пэтов и робоксов. Начнем, ребята, с первого способа, который связан немножечко со вторым способом. Как вы уже все поняли, можно затрейдить без проблем вот этого вот льва-хранителя. Мы можем тпшиться к разным серверам и вот сюда вот приходить. И здесь всегда, всегда будут люди, ребята. Будут люди, которые продают этого питомца. Есть люди, которые сразу залетают, покупают за 500 робоксов и бегут развлекаться и смотреть, что им предложат за трейды. Что вы делаете для того, чтобы получить? Вот первый способ, ребята, это трейды. Но это не просто так. Я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы именно попробовать в трейдах это все получить. Мы, во-первых, с вами должны открыть вот такие вот коробочки, которые, я не знаю, китайские эти коробки. Ну да, китайские, короче, подарочки. Вы должны их скупить на все свои деньги, которые у вас только есть. У меня, как видите, уже денег не осталось, потому что я потратил 14 тысяч именно на вот эти вот коробки. Я открыл 30 коробок, ребята. 30 коробок я открыл. Мне выпало 4 легендарных быка, которые я отдал. Но вы можете посмотреть предыдущее видео, они реально мне выпали. А то вы сейчас подумаете, типа, а нет, твои эти быки, ты обманул нас. Нет, они есть. Просто я их отдал на прокачку. И также, смотрите, сколько я выбил красных быков, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь быков. То есть 8, ребята, вы выбиваете. Ну, за 30 коробок я выбил 7 быков. 8 быков. Я одного тоже отдал, я вспомнил. 8 быков, ребята, это две неонки. То есть вы уже сможете нормально так неоновых петов сделать. И уже затрейдить их на что-нибудь очень интересное. Но я вам скажу, ребята, то, что этого недостаточно будет. Потому что смотрел, что предлагают за льва-хранители, ребята, это просто капец. Они не согласны, вот они не согласны даже на единорога, ребята, флайрайт, понимаете? Но они даже на него не согласны. То есть им подавай вот такую вот кенгуру обязательно. И либо некоторые даже хотят фростфьюри, понимаете? Фростфьюри 800 робоксов стоит. И они готовы обменять на вот этого льва. Это просто капец. Это очень смешно. Поэтому я вам советую поступить по-умному. И, во-первых, взять и насобирать вот этих вот коробок. Так что вы делаете? Вы собираете вот эти вот все коробки обязательно. Покупаете сколько можете. Сколько можете. И открываете их. Вам выпадает просто дофигища быков. Что вы делаете дальше? После того, как вы получили этих быков. То есть вы можете, вот, к примеру, у меня сейчас 8, да? Мне сейчас еще подарочек сделали. Ну, к примеру, у меня 8 этих быков. И посмотрите, сколько у меня медных быков, ребята. Медных быков у меня дохренища. Можно спокойно мега-неонового быка сделать. И самое интересное, что мега-неонового быка вы можете сделать очень быстро. Потому что это рарки, они быстро прокачиваются, у вас никаких проблем с прокачкой просто не будет. После того, как вы нафармили вот этих вот быков, вы можете идти и покупать яйца, ребята. Нужно тоже накопить, возможно, у вас есть, потому что яйца, ребята, яйца, не знаю, просто дофигища. Дофигища у меня этих яиц, я даже не знаю, как их открывать, где их открывать. Потому что я накупил очень много яиц, вот я накупил, смотрите, сколько яиц австралийских. Они до сих пор у меня есть, я до сих пор их не открыл. А там, извините, можно много чего интересного получить. Даже можно выбить легендарного кенгуру, ребята. Если вы захотите трейдиться вот сейчас, на данный момент, сейчас второй день обновления, то будьте готовы, то что будет очень дорого. Да, люди будут просить очень дорого, но некоторые люди не будут просить. Но вы сами должны понимать, что обнова только вышла, ажиотаж большой на этого льва. И, конечно же, они имеют полное право заламывать цену. Сейчас берем и плавненько переходим во второй способ, который поможет вам также бесплатно получить легендарного питомца. Второй способ, чтобы получить вот такого вот льва. Очень интересно. Я уже говорил, что он связан с первым способом. Это что вы делаете, ребята? Так как огромный ажиотаж на этого льва, то сейчас брать его невыгодно. Абсолютно и ни с кем. Абсолютно просто невыгодно. У него будет такая же судьба, как и с робособакой. Давайте, если мы сейчас... Не, не будем тпшаться. Давайте сядем сейчас на вот хаверборд, например, чтобы побыстрее все сделать. Мы... У него точно такая же собака... Ой, собака. У него точно такая же ситуация будет, как и с робособакой, ребята. То есть, смотрите. Вот здесь у нас находится робособака, которая стоит 600 робоксов. 600 робоксов. И она вообще нахрен никому не нужна. Это смешно. Люди тратили огромные бабки на робособаку, и она была никому не нужна. Она была нужна в первые... В первые два дня, может быть. В первые три дня. Потом уже вообще она никому не сралась вообще. Поэтому нашу собаку... Нашего льва, точнее, которого нам добавили. Давайте сейчас туда тпшемся. И здесь будет ждать его льва вот этого. Точно такая же учить, как и робособаку. Поэтому второй способ заключается в том, чтобы набраться немножечко терпения. Не бежать никуда, как ненормальные. А просто расслабиться, выдохнуть и подождать. Потому что уже через... Не знаю. Уже через там месяц его можно будет, как грифона, продавать. Реально. Но он выглядит, конечно, очень симпатично. Я думаю, что он будет намного лучше, чем робособака. Тем более, вы должны понимать то, что робособака выглядит, ну, такое себе. Не очень. А вот лев выглядит прикольно. И он самый интересный. Почему стоит подождать? Потому что вот вы можете обратить внимание на вот эту табличку. То, что лев-хранитель будет перманентно добавлен в пэтшоп. Добавлен в пэтшоп. Вы можете не спешить. Даже когда наш китайский ивент закончится, у нас будет возможность его дальше покупать. Поэтому за это время вы можете нафармить. Вот, то есть, вы объединяете первый и второй способ. То есть, первый способ. Вы берете, собираете много всяких пэтов. Собираете, делаете там неонки, там, бла-бла-бла. То есть, вам недели даже хватит, чтобы это все сделать. Второй способ. Вы тоже объединяете вместе с первым. И получается то, что вы немножечко ждете. И получается что? Вы на протяжении недели берете, собираете питомцев. Потом вы, не знаю, открываете яйца. И через неделю ажиотаж на льва спадет. И его можно будет взять гораздо дешевле. Я не говорю, что он обесценится. Он пока что не обесценится. Но еще месяц точно он будет ценен, ребята. Я вас уверяю. Но самое интересное то, что вы за недельку сможете его получить абсолютно бесплатно. Конечно, нужно немножечко попотеть. Но вы зато, ребята, даже я готов попотеть. Потому что я не хочу 500 робоксов отдавать за этого питомца. Абсолютно. Вы должны понимать, что терпение все-таки должно вознаграждаться. И оно обязательно вам воздастся. Я вас уверяю. Есть еще один интересный способ. Вот просто самый легкий. Легче просто некуда. Как получить вот этого вот льва. Для самых ленивых. Для любителей халявы. И для вот всех таких вот людей, которые вот просто мне нужны здесь и сейчас. Ребята, у меня в инстаграме конкурс на этого льва-хранителя. То есть вы можете его получить абсолютно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это перейти на мой инстаграм. В закрепленном комментарии будет ссылочка на мой пост. Точнее на мой инстаграм. Там вы найдете пост, посвященный этому льву-хранителю. И получить абсолютно бесплатно вот этого вот льва. Просто участвовать в конкурсе. Условия очень простые. Подписаться там, подписаться тут. И все. Я вам скажу, ребята, что это третий способ. Самый-самый простой для тех ребят, которые вообще не хотят напрягаться. Напрягать свои булочки. Все. Вот реально самый-самый простой способ, который только есть. Бонусный совет для вас. Для ребят, которые хотят разбогатеть в адопме. Которые хотят получить всех и все, что тут только есть. Вы покупаете вот эти вот коробки. Это я не говорю делать сейчас. Это вы можете сделать чуть позже. Вы покупаете вот такие вот коробки. Покупаете их очень-очень много. Делайте неонки. Допустим, вы сделали уже неонку из легендарного бычка. Вы можете на этом остановиться, ребята. Поверьте мне. Останавливайтесь. И начинайте просто скупать вот эти вот все коробки. И чем больше вы их, ребята, купите, тем лучше будет для вас. Я вас уверяю. Вы их не открываете. Ни в коем случае. Вот просто абсолютно. Ни в коем случае не открывайте эти коробки. Что вы делаете дальше? Проходит какое-то время. У вас дофига этих коробок. Вот, например, как у меня австралийских яиц. И потом, когда ивент пройдет, этих коробок уже не будет. И вы сможете их продать за очень-очень дорого, ребята. Проведем аналогию с предыдущим ивентом про обезьян. Если бы сейчас у кого-то была коробка с того ивента, вы сами представляете, что бы было. Вы представляете, сколько это бы стоило. Поэтому я вам рекомендую очень-очень много накупить этих коробок и не открывать вообще. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...